В результате изучения материалов метеорологических наблюдений за несколько сотен лет установлено, что климат на нашей планете не является постоянным. В Беларуси сильные изменения климата стали заметны в конце 1980-х годов. Тогда же и начались инструментальные наблюдения за погодой в стране. По словам метеорологов, погода в Синеокой весьма переменчива. В восточной части преобладает континентальный климат, а западная подвержена влиянию Атлантики. Жаркое лето и суровая зима останутся в памяти прошлых поколений. Сегодня снега ждут так долго, что его большое количество не очень-то и огорчает. Приходится поработать лопатами, зато как весело потом отдохнуть на горках и катках. Относительно спокойный климат Беларуси не дает расслабиться. В столице периодически случаются погодные коллапсы. Уже привычными стали летние затопления центральной части города во время сильных дождей. В это время больше всего страдает район Немиги. При этом интересно отметить, что совершенно необязательно, чтобы именно в этот день выпало максимальное количество осадков. Это может быть просто продолжительный дождь. И кроме того, надо помнить о том, что город – это город, а в городе впитывающая способность. Территория, конечно, небольшая. Это крыши, это дороги, это асфальтированные переходы. И понятно, что вода, двигаясь по поверхности, она накапливается в низине, собственно, в старой речной долине реки Немига. И, соответственно, нашу любимую улицу всегда подтапливает, как только попадают осадки несколько больше, чем мы к тому привыкли. Одним из самых крупных погодных коллапсов последних лет назван циклон Хавьер. Его отнесли к красному уровню опасности. Метель и обледенение такой силы нетипичны для Беларуси и надолго запомнятся минчанам. Хавьер существенно повлиял на комфортную жизнедеятельность беларусов в 2013 году. Хавьер был спрогнозирован за пять дней до его наступления, поэтому были возможности, и, надо сказать, городские власти воспользовались этими возможностями для того, чтобы последствия были наименьшими, не могу сказать минимальными, это невозможно, но наименьшими. И город был готов к такому, я не могу сказать, катаклизму, но, по крайней мере, к такому опасному явлению. Циклоны с девичьими именами Даниэла и Эмма в январе 2016 года старательно засыпали Минск снегом. По ущербу, нанесенному энергетикам, они превзошли Хавьер. Удивил и октябрь 2016-го. Выпала две с половиной месячной нормы осадков. Это довольно редкое явление в такое время года. Но самый неприятный погодный сюрприз случился летом прошлого года. Мы помним июль месяц. Очень серьезные были конвективные явления. И 13 июля у нас в Минске, и кто побывал в этот день в аэропорту, в национальном помнит, какой был ветер, какие были ливневые осадки. Зимой осадки выпадают достаточно хорошо прогнозируемые, и хорошо их видно на спутниковых картах, потому что это, как правило, большие фронты. 21 января – день с богатой погодной историей. Максимальная температура в этот день была зафиксирована в 1993 году и составила 6,6 градуса. А минимум был отмечен в 1969 году. Тогда столбик термометра опустился на 27,7 градуса ниже нуля. Максимальный ветер, который регистрировался, это 1975 год. Максимальная скорость ветра – 18 метров в секунду. Это много. А высота снежного покрова максимальная. Начиная с 1945 года была зарегистрирована в 1995 году и составила 40 сантиметров. Вот за последние дни, если мы знаем, то в Минске выпало на прошлой неделе порядка 10 сантиметров. Но представьте себе, что такое. Было бы с Минском, где выпало бы 40 сантиметров. Действительно, это бы существенно усложнило жизнь в городе, но тем не менее, такие вещи прогнозируются, и к ним можно быть готовы. За весь период метеорологических наблюдений самая низкая зимняя температура в столице была зафиксирована в 1940 году. Минск сковал настоящий северный холод, и температура на градуснике долго не поднималась выше 39 градусов. Еще одно событие, с которым связывают неизменно холодную погоду – крещение. Некоторые минусу приписывают мистическое значение. На самом же деле есть логическое научное объяснение понижения температуры. С одной стороны, можно говорить о том, что особенности тиркуляции атмосферы в северном полушарии таковы, что обязательно в середине зимы мы наблюдаем такой заток холодного воздуха. И этот заток холодного воздуха, он как раз по времени получается где-то в районе 19 января – крещение по православному стилю. До конца января синоптики прогнозируют оттепель. Однако ночью температура может опускаться до 11 градусов. Днем она может подняться до 2 градусов выше нуля. Сам февраль, как правило, это месяц, который по-белорусски называется лютый. Мы ожидаем и сильный ветер, возможно, и осадки. Но месяц короткий – это пройдет быстро. И мы будем ожидать, что в течение этого месяца, по нашим прогнозам, как правило, температура около климатической нормы. Как правило, выпадает осадка больше, чем, скажем, у нас выпало в декабре. Мы будем ожидать ветер. Однако конец зимы всегда говорит нам о том, что много снега. Это означает, что будет хороший урожай. Из-за глобального потепления в этом году в Беларуси вводятся новые климатические нормы. Они будут очерчены с учетом изменений, которые наблюдались на территории нашей страны с 1980 года. А о погодных коллапсах минчане будут предупреждены заранее, как минимум за сутки. Современные технологии позволяют предсказать возникновение бури, метели или шторма заблаговременно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова